В этот день 3 февраля 1565 года Царь Иван IV Грозный учредил опричнину 3 февраля 1718 года Государь Петр I лишил своего сына Царевича Алексея возможности престола наследия Наследником был объявлен царевич Петр 3 февраля 1830 года Европейские державы, включая Российскую империю Подписали Лондонский протокол Так ими было признано отделение Греции От Османской империи 3 февраля 1966 года Космическая станция Луна-9 Совершила мягкую посадку На естественный спутник Земли В этот день 3 февраля родились Сергей Корсаков, видный русский психиатр Создатель Московской школы психиатрии Эдуард Володарский Замечательный советский драматург Детство будущего драматурга Пришлось на послевоенные годы Которые для большинства советских людей были трудными Отец Эдуарда погиб на фронте Мать вторично вышла замуж за сотрудника НКВД Но отношения между пасынком и отчимом не сложились Эдуард стал чаще пропадать на улице Вместе с местными пацанами Большинство которых вскоре и загремело в тюрьму Впоследствии Володарский признавался Что чудом избежал подобной участи А приобретенный житейский опыт Лег в основу сценария Прощай, шпана за москворецкое Изначально о профессии сценариста Эдуард не мечтал Он писал рассказы Тщетно бомбил ими издательство Пока ему на глаза не попалось Объявление о наборе вовгик На удачу отправив свои сочинения В кинематографический институт Юноша получил приглашение на собеседование И к его удивлению прошел все отборочные этапы С тремя пятерками За этюд, рецензию на фильм И присланные рассказы Провалом для Володарского стал экзамен по английскому языку Но проведение в лице педагога Евгения Габриловича Заявившего, что он набирает себе на курс сценаристов А не переводчиков Поменяло неот на удовлетворительно Пишите как можно больше Пришли домой вечером, усталые или бодрые Сядьте и напишите, что вы делали сегодня С кем виделись, о чем говорили Обязательно напишите хотя бы страничку полторы И тогда у вас появится желание Садиться и писать Учил Габрилович своих студентов И Володарский всегда следовал его совету Работал много и качественно При этом отдохнуть не забывал На бару с поэтом Владимиром Высоцким Отдыхали громко и долго Однако в часы творчества из-под пират-счинителя Один за другими выходили тексты Составившие золотой фон советского кинематографа Если в первом полнометражном фильме По сценарию Володарского Белый взрыв Засветился на тот момент еще малоизвестный поэт Высоцкий То в картине за последней чертой Популярный поэт 80-х Игорь Тальков Вскоре Тальков был убит выстрелом из пистолета Так же как герой описанный Володарским Вообще известных личностей Чей жизненный путь интересовал драматурга Было нескончаемое множество Он писал о революционере Льве Троцком Писателе Федоре Достоевском Министре Петре Столыпине Атамане Пугачеве И краснознаменном начальнике Чапаеве Сценаристу были подвластны различные киножанры Биографии, мелодрамы, фэнтези, военные фильмы Но на вопрос Что было интереснее в работе над сценарием Батальной сцены или человеческие взаимоотношения На поле боя Автор неизменно отвечал Что в первую очередь его интересует Психология людей Возможно поэтому любимым жанром для Володарского Оставались мелодрамы Именно их создание он считал наиболее сложным процессом Не соглашаясь с мнением о том Что фильмы о любви надо воспринимать Как мещанские страсти и слезы Мне Эдуард Яковлевич нравился Потому что был внятен Володарский был человеком определенных взглядов Которые могли кого-то раздражать, кому-то не нравится Потому что он этих взглядов не скрывал Ничего и никого не боялся Был дрочуном Мог сказать, что думает, поскандалить с кем угодно Не глядя на чины Был человеком открытых эмоций Так оценил фигуру Володарского Один из российских кинематографистов Свой среди чужих Чужой среди своих Добавил бы возможно о себе Володарский Автор 85 кино и телевизионных работ Кого большинство коллег считало номером один В отечественной драматургии